Гомельская область – моя самая великая запасы поверхневых вод у Беларуси. В залежности от климатичных умов, что годовые объемы воды у реках региона вагаются в межах от 35 до 46 миллиардов кубометров. Причим для потреб предприемства и насельства сегодня выкористовываются не больше, как 0,3% этих запасов. Еще одна количество, на которую звертают увагу областным комитете природных ресурсов. Водоемы в области становятся больше чистыми, при том, что теперь якость воды оценивается не только по химичных, а и по бактериологичных показчиках. Большинство водных объектов Гомельской области, бассейны реки Припять и Днепр по гидробиологическому статусу оценивается состояние этих вод как хорошее и отличное. Даже довольно проблемный водоем – это река Уза в районе города Гомеля имеет статус хорошего водоема. Поляпшение стану воды тлумачится перш за все проведением природооховных мероприемствов. Летесь, например, притягнули кредитные ресурсы Сусветного банка для будовництва новых очищальных сбудований в Урагачеве. При этом все стековые воды с предприемства обовязково контролируются лабораторными службами Минприроды. До речи, об якости воды можно мерковать еще и по наявности в водоемах рыбы. Мы – государственная общественная организация, одна из немногих, которая занимается зарыблением не только своих водоемов, которые у нас в аренде, но и водоемами фонда запаса. Занимаемся, зарыбляем за счет средств, собранных нашей организацией с охотников-рыболовов. Только за минулый год Белорусское товариство полевничных рыболовов выпустило в водоемы амаль 30 тонн рыбы на 200 тысяч белорусских рублев. Якость воды дозволяет сподеваться, что эта рыба не загиня. Правда, под Аховой сегодня находятся не только реки и озера. У Гомеля, например, вся пятная вода выключена с подземных крынец. Кольки воды находятся под землей, докладно невядомо, а леи разведанных запасов хопится не на одно десятигодде. Используется от этих запасов подземных вод около 30%. Это от разведанных запасов. То есть обеспеченность всей области идет из подземных источников для питьевых нужд. Для производственных нужд используется поверхностный сток. Олег Сентеров, Максим Савин, Игар Марышенко, Телерадо, компания Гомель.